Виклинг, сокровища, поиски золота, бриллиантов, лучшее видео, только у нас на канале, провокации, сенсации, смотрите, ставьте лайки, мы получили неимоверную премию, охотники за сокровищами, наш канал Виклинг, это огонь, мы огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути, смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золота и бриллианты. Виклинг, это золото, золото, золото. Всем привет, канал Виклинг, сенсации, провокации, неимоверное золото и сокровище. В этом видео вы увидите неимоверную христианскую ценность, Матерь Болья с Иисусом Христом, которая была нами обнаружена, вы знаете, в суперкрутом дворце, который был сожжен, дворец Карла Сакина. Этот артефакт, представьте себе, стал настоящей христианской ценностью, которую мы выкопали, потому что когда огонь, тысячи градусов, дошли до этой святыни, посмотрите, она остановила пожар. Да, часть ее была оплавлена, но пламя остановилось и святыня сбереглась. Только канал Виклинг находит такие артефакты и показывает их миллионам наших дорогих ютуб зрителей. Такие находки, ребята, это реальное божье проведение, поэтому досмотрите до конца это видео, будет реально интересно. Поставьте нам лайк, подпишитесь на канал, если вы в первый раз, нажмите на колокольчик и будете получать самые лучшие видео. Крутейшие артефакты и находки, христианские ценности, которые мы обнаруживаем очень-очень много, потому что работаем по старинным картам, работаем по Шуберту, по фашистскому генералу, по карте. Давайте, не переключаемся, смотрим до конца Виклинг. Привет всем. Приехали опять, конечно, после вчерашней находки, уже можем теперь громко говорить, золотого бриллиантового кольца. Сегодня приехали, продолжаем. Целое утро работаем, пока есть ни одной нет находки. Но, имеется ни одной нет стоящей находки. Мы сейчас будем работать в этом зале. Здесь как раз находилась комната графа, поэтому будем рассчитывать на артефакты, потому что, как я уже говорил, последний помещик, владелец этого колоссального дворца, он сошел с ума. Поэтому, сейчас будем потихонечку, не спеша, обследовать стены. Будут какие-то интересные находки, обязательно будем вам их показывать. Проработали также, завал немножко расчищали, смотрели, тоже там были интересные сигналы. Будем отдельно показывать. Как раз работали тоже сегодня еще в зале, где были масонские церемонии. Очень интересные, тоже там несколько артефактов было найдено. Но, что я могу сказать, самое главное, это, конечно же, не переключайтесь. Будет очень интересно. У нас канал номер один по приключениям. Такое было качество, еще даже штукатурка сохранилась. Сколько лет назад сгорел этот дворец? Сгорел больше 20 лет назад. Ну, считается, что его все-таки спалили. А был построен? Точных данных нет, но 200 лет ему минимум. А что это за деревянные чопики в стене? Здесь же что-то крепилось. Или проводка шла. Смотрим, как свод взял, красиво. Как раз получается, здесь получается верхний этаж. Здесь был, получается, два спальня, кабинет графа. А вот дальше, получается, подземелье, вот эта огромная площадь, на квадратах 70-80, это как раз здесь собиралась масонская лоза. Как раз мы сейчас находимся на этом уровне с тобой. Есть такое ощущение, что здесь мистические места определенные. Да, кстати, и местные вообще ходят с стороны, боятся, считают, что здесь очень гиблое место. И несколько раз видели здесь привидений. По привидениям-то вообще будем отдельную историю рассказывать. Так, что-то есть? Глость. Это не глость, это какая-то конструкция. Пищит вот здесь. Вот здесь пищит, видишь? Пищит как золото. Пищит как золото, да. Пищит как золото, да. Возьмем специальное оборудование. Аккуратненько изымем. В следующий раз. Конечно, да. Это, честно, интересно, самое хорошее. Ну, по-моему, не переставлю, что-то будет дальше. Андрей Александрович, вы так не спеша. Да, я не спешу, потому что как раз подоконниками закладывали. Посмотрите, как у вас интересный элемент сохранился. Так все было качественно сделано. Ага, а вон еще один дальше есть, такой же самый. Да, интересненький даже такой видит. Может в уголочке пройтись, посмотри. Вот здесь? Угу. А сейчас какой-нибудь дымоход заинтересовал. Сейчас дымоходами больше заниматься. На этой снимке сильно не облакачиваться, чтобы завалиться. Дымоходы это классика. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Вот это, видишь, тут дымоходики интересные. В дымоходах всегда что-то пятые. Ну как? Думаю, как туда залезть. А, дай-ка я тоже посмотрю, секундочку. Видно? Да. Так, тут тень падает. Давай-ка сейчас пока на паузу поставлю. Достаю сейчас. Она, знаешь, чем-то за этот. Сейчас. Знаешь, бывает. Фух, сейчас. Давай-ка поаккуратней. Было железом к стенке, понял? Ух ты. Как ниша какая-то была сейчас. Понял? Ух, сейчас. Она вот этими... Железки загнили. Она пластинами была, получается, туда как-то прицепленная. Даже не знаю. Вот этими пластинами, видишь, позагнивали уже. Сейчас. Давай-ка аккуратненько. Ничего себе. Ничего себе, Ляйн. Это карта очередная, что ли? Ничего себе. Посмотри. Да я в захвате. Это какая-то реликвия, посмотри. Получается, это икона. Посмотри. Можно свет? Ничего себе, слышишь? Сейчас посмотрим. Это находочка, слышишь? Давай-ка выйдем на свет, покажем. Подожди, вот так, смотри, видно? Тень падает. Тут не очень удобно снимать. Смотри. Видно вот так? Да все нормально видно. Вот сейчас нашли колоссальный артефакт просто. Иисус Христос, смотри, Божий. Это какая-то была очень серьезная реликвия, потому что она хранилась. Мы там долго работали, было заложено. А то не дымоход, оказывается. Вот какая-то маленькая была, как потайная комнатка. Значит, икона, почему она, видно, имела какую-то колоссальную ценность для хозяина, он ее хранил, прятал, потому что она горела. Вот видно, что оплавлена здесь бронза. это, наверное, не знаю, 15-й, 16-й или 17-й век. И что интересно, как это непарадоксально звучит, в книге, книга 1900-го года, покажи, пожалуйста, издательское дело, Брагаус и Фрон. Очень интересно, особенно, мы здесь уже немножко посмотрели, конечно, конечно же, карта. Особенно показывать ее не будем, естественно. Эта карта очень интересная. На ней здесь, опять, как всегда, как в картах, некоторые люди, когда прячут какие-то свои артефакты, сокровища, указано, кое-что указано, да, показывать не будем, потому, как поедем, будем заниматься исследованиями. Книга в неплохом сохране, немножко, конечно, здесь лопнувшая. Ну, а так вообще, 61. Ну, в общем, я скажу честно, сегодняшний день мы сюда приехали очень круто. Такие находки просто, просто капец. Я понимаю, что это какой-то редчайший артефакт. Конечно, будем смотреть, узнавать, что это. Представляете себе, чтобы поплавилась бронза, какая нужна температура. И как раз поплавилось все, кроме Матери Божьей, Иисуса Христа. Все стекло, все затекло. Вот здесь можно посмотреть. Это фантастика. А это, ну, то есть, поэтому это, по всей вероятности, иконок, это очень редко. Это фантастика. Это фантастическая находка. Даже без слов, я думаю, что это самое, даже, наверное, бриллиантовое кольцо умеркнуто по сравнению с этими артефактами. С точки зрения культурной ценности для нас это однозначно много. Конечно, культурно-историческое, религиозное, это просто, ну, наверное, это самая крутая находка, которую мы делали за последние 10 лет. Потому что, таких... мы даже, мы даже сфотографируем и обязательно вам ее покажем в хорошем качестве. Эти ценности просто никто вам не покажет, потому что это очень серьезные реликвия и артефакты, которые, ну, представляют очень огромную духовную ценность в первую очередь. Поэтому для нас это, конечно, находка, это просто открытие, если честно. Я скажу даже больше, это мировое наследие. Да, это мировое наследие, потому что видно, что здесь надписи идут, но, конечно, потом это все будем расшифровывать. Интересно, вот здесь вот тоже идут надписи. Не знаю, видно их, не видно. Вот здесь видишь Иисуса Христа? Видишь, здесь идут надписи? Да, видно. И они, ты знаешь, они уже даже на древнегреческом, может быть, это вообще что-то, что-то очень, очень ценный, какой-то исторический. Может быть, даже это не 16-17 век, может, что-то раньше. Я скажу честно, что это находка, ради которой стоит рисковать, работать, под такими вот стенами, которые могут в любую секунду завалиться, чтобы вам показать какие-то классные находки, артефакты. Ради таких находок и стоит заниматься археологией, историей. И поисками сокровищ, да. Поэтому, конечно же, что тут скажешь? Такая немеренно крутая книга. Это, наверное, самое ценное, что оставалось, когда уже забирали это поместье, наверное, человек спрятал, в надежде, что потом вернется и заберет. Но, наверное, было не суждено. Поэтому сегодня эти артефакты мы показываем вам. И продолжим раскопки по карте, которую мы нашли. Да, это будет очень интересно. Я вам скажу честно, канал приключений номер один. Поэтому давайте, смотрите, не переключайтесь. У нас очень интересное видео. Посмотрите, пожалуйста, про перстень с бриллиантом. Это стоит того. Всем привет. Канал Виклинг. Золото, сокровище, провокация, сенсация. Сегодня работаем в очередной день на месте крутейшей средневековой битвы. Огромная золотая корона короля произвела фурор просто в Ютубе. Многие неудачники ставят дизлайки. Успешные люди говорят, да, такие артефакты существуют. Король реально бился, дрался в этом бою двумя мечами и получил удар топора по всей вероятности от Виклинга наемника. Поэтому, ребята, давайте. Это реально серьезнейшее поле битвы. Здесь за мной тысячи воинов сошлись. Луки, отравленные наконечники стрел летели, убивали коней и людей и всех, кто рядом с ними находился, их слух. Представьте себе, это поле брани, где река, которая находится передо мной, окрасилась в красный цвет. Так много здесь было убито воинов. Сейчас мы будем работать. Не переключайтесь. Ни в коем случае забудь переключаться. Только канал Виклинг реальные серьезнейшие истории, изучение на практике, археологические изыскания. Все это сегодня вы увидите, потому что это Виклинг, это золото, золото, золото. Не переключаемся. Вот в средние века сюда к древней пристани подходили корабли. Огромные, крутейшие дракары высаживали викингов и наемников. Представьте себе, вся эта огромная толпа выстрелилась на этом поле и началась реально крутейшая Рубилова. Сейчас мы будем забрасывать поисковый магнит. Здесь справа находится небольшая заводь, которая раньше служила не свалить пристанью. Вот покажи, вот она выкопанная. Вот здесь ее подготовили для того, чтобы корабли швартовались. Да, ребятушки, Виклинг это реальные крутейшие сенсации. Сегодня мы надеемся найти новые неимоверные артефакты, которые прольют, реально откроют свет на те исторические события, которые происходили здесь столетия назад. Что мы сегодня хотим найти? Это, конечно же, боевое оружие, это, конечно же, перстни, золотые цепи, монеты, личные вещи тех героев и рыцарей, которые умерли здесь, защищая нашу родину. Поэтому давайте лайки, все самые успешные люди, только лайки, не в дахе ставим дизлайки, пишем комменты, без матов и, конечно же, ребятушки, колокольчик, подписываемся, переводим деньги и не забываем, что это Виклинг. Что, ребята, ветер усиливается, но мы будем все равно сейчас работать, искать сокровища, потому что не зря же мы шли в такую глухомань, тащили с собой огромный рюкзак, который забит нужной амуниции, не знаю, может даже сегодня придется переночевать. Еще небольшой кашляк у меня остался, особенно после вчерашнего дождя, лопата немножечко грязная, но ничего, сейчас она быстро у нас в земле отточится и будет просто как новенькая. Так, достаем наш супер прибор. Один псевдокопатель написал, что невозможно, чтобы в прибор нашел золото. Это касается того видео, где мы в лесу, если вы видели, обнаружили лопату и древний схрон с золотом. Я ему написал, что посмотри видео, дело в том, что там золото вообще не звенело. Поэтому всегда по-разному все, ребятушки, происходит. Не бывает такого, что все везде одинаково. У всех да, вот он мой, грязнушечка, но ничего, сейчас он обсохнет. После вчерашнего дождя ему было тяжело, конечно, потому что такие холодные капли падали, что мы даже не знали, что же там будет за артефакт, но золотая корона, это просто шок. Наши завистники нам пишут, это невозможно, это твои рога, это какие-то рога, ребятушки, это реальное золото, реальная корона, поэтому давайте, кто сомневается, сбрасывайте нам небольшие деньги, 200-300-500 долларов, сделаем для вас эксклюзивные обзоры, если вы так сильно сомневаетесь, что это настоящие крутые артефакты. Так, ну что, с Богом погнали, ребятушки. Поехали, сейчас команда Виклинг начинает неимоверные поиски артефактов, сокровищ, кладов и золота. берем технику и отправляемся в путь, погнали. Петрович, а подкова? Подкова сегодня лежит дома, отдыхает, погнали. Берем. А, мы уже снимаем, да? Ну что, ребята, ждем этот долгожданный сигнал. Какие у вас прогнозы, говорите? У меня золото. Золото, серебро, бриллианты. Давай, подходи сюда поближе, чтобы ты видел, как сейчас мы будем доставать эти супер крутейшие артефакты. Ну, где золото, ребятушки? Где наши звоны неимоверные? Кстати, мы находимся на месте Древнего океана. Сильные порывы ветра не дают спокойно работать. Ну что, ребята, давайте поперли. Где же наш дорогой сигнал? Вот они, реально крутейшие будни поисковиков. Вот так, ребятушки, приходится работать, искать. я бы сказал так, золотые. Да, золотые будни поисковиков. Смотрите, как это интересно. Идешь метр за метром. Слежим в воздух. Да, ищешь эти неимоверные крутейшие артефакты. Кстати, мы теперь будем вам показывать. Мы у нас по традиции каждый раз перед тем, как начинаем копать, выбиваем бутылку французского шампанского и выкуриваем кубинскую сигару. Да, поэтому у кого есть французское шампанское или кубинская сигара, а если нет ни того, ни другого, то давайте, ребятушки, хотя бы пару десятков евро или долларов. Рубли, биткоин, и сатоши тоже подойдут по пиорле. И еще, теперь в каждом нашем видео мы будем рассказывать анекдот. Да, если вы хотите, чтобы мы не рассказывали анекдот, а просто курили кубинские сигары и пили французское шампанское и высылайте нам французское шампанское или кубинские сигары, если у вас нет ни того, ни другого, то доллары, рубли, сатоши или же любую другую валюту. Так, ну что, придем к нашему копу. Что-то не слышу, не слышится пока ничего. Да, ребята, вот она, настоящая копательская правда. Работая с часами в поисках того заветного сигнала золотишка, вот так, ребята, приходится ходить, искать это золото, а оно затаилось здесь в глубине и лежит нас ждет. Как говорится, профессиональный копатель, 10 секунд орел, когда нашел золото и целый год лошадь. Да, и вот ты так ходишь, подумаешь, почему ты кричишь на находки золота? А вот так, ребятушки, представьте себе, идешь, ищешь, ищешь. Вот, смотрите, вот видите, вот эту пойму, вот это вот поле. Вот, для того, чтобы здесь что-то найти, нужно месяц проработать. Месяц. Вот так вот шаг за шагом вот этими коротенькими маленькими ножками да, спасибо за маленькие ножки, конечно, хороший, хороший ты сделал комплиментик, и он посеменил своими маленькими коротенькими ножками. Ну, Андрея Александровича, он, Петровича рост метр сорок. поэтому мне постоянно предлагают на роль Наполеона. На роль Наполеона. Это не сложно. Так, ну что? Давай, выключайся, включимся, когда будет сигнал. Нет, давайте, реально, честно. А, есть. Где? Вот. Так, а ну-ка. Так, ребятушки, ну, смотрите, вот. Прямо поверху лежала, сейчас будем здесь раскапываться. Да, была. Давай, покажу. достанем. Класс. Такой сигнальчик начал как-то замыкать. Мы не поняли. Начали работать аккуратненько, раз. Непонятно, ребята, что это, но видно, что это монета. Вот так на солнышке покажу. Смотрите, ребятушки, золото, 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 виклина, 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 ес, ес, глянь. Это раскопаться дальше, это фактор. Смотрите, ребятушки, это реально монета. Мы ее потом почистим, здесь покажи, глянь, прям окиси такие крутые. Просто супер. так мы, как-то сигнал был, честно, неуверенный вообще реально. Мы не стали даже снимать, шли, шли, шли. Да, ребята, это виклина, это того стоит. Посмотрите, толщина. Посмотрите на эту супер крутейшую монету. Сейчас мы продолжим. Здесь сейчас будем шурфиться, что-то, ребята, здесь есть. Поехали. Поперли дальше, копали. Ну что, ребята, нашли монету, теперь начинаем. Пошел классный сигнал. Начинаем копать. Давайте не переключаемся, будет реально. Да, я думаю, что будет очень интересно. Давайте не переключаемся, давайте прем дальше. Ну что, ребятушки, поехали. Поперли с Богом. Сейчас будем искать, что же тут у нас звенит. Как вы думаете, ваши прогнозы? Ну, мои прогнозы такие, если сверху была такая монета крутая, то что-то может быть. Да, очень хотелось бы что-то взять крутейшее. Не переключаемся, ребята, как только будет что-то интересное, сразу вам покажем. Давайте поперли. Так, ну что, ребята, Юрий взял лопату, потому что нужно раскапывать, идет сильный сигнал, глубинный. Я думаю, что сейчас будет какая-то очередная сенсация. Работаем. Юрич, как там копается? Да, Ах, давай, давай, я думаю, что уже надо углубляться. Я думаю, достаточно. Ты и так уже там разрыл. Да, сейчас нормально сделаем. Вот так, ребята, вот так, ребята, чечки мы работаем, подменяем друг друга, потому что копать нужно много. Сигналы глубины. Ну а что, ничего не поделаешь, ребята, это виклинг, это сенсации, провокации, золото, бриллианты, монеты, средневековое оружие и, конечно же, незабываемая золотая корона короля. Давайте прем, ребятушки, давай я тебя подменю. Давай. Ну что, ребятушки, докопались? Вот он, наш сигнальчик. Все, глубина показывает несколько дюймиков. Берем инструментик наш, ребятушки, и потихонечку, не спеша, смотрим, что же тут у нас есть. Очищаем, не спеша. Вижу, работаем. Вижу, кума, вижу. Еее, золото! Есть! Есть, ребятушки. Ребят, нужно аккуратненько. Еще, еще пошла. Еще! Есть, ребятушки. Так, сейчас смотрим. Вот это да. Сейчас смотрим. Есть, еще идет. Золото! 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 На Виклинг я спривал. Ребятушки, тут больше для вас уже показывают. Так, Три уже? Четыре! Четыре уже золотых. Пятая выходит. Капец, сейчас, подожди, вот еще есть одна. Ряань! Все, ребятушки, наверное, прекращают транспортироваться. Сейчас, подожди, еще, еще покажи, подожди. Смотри, еще есть. И уже едем отдыхать. Еще есть, ребятушки, смотрите. Сейчас будем считать. Да, ребятушки. Так, смотрим, сколько уже. На месте битвы. Сейчас потихонечку будем расчищать, чтобы не зацепить. Вот так вот. Да, не, ну это, а еще, капец просто, смотри, сколько их тут. А, в глубину идут, смотри, глянь. глянь, в глубину идут. Одна на одной, смотри, прям три. Это реально клад. Да, ребята, это капец просто. Так, смотрим, со мной ничего не потерять. Всякое мы находили, такого еще не было. Слышишь, столько золота, это просто капец. Если кто-то скажет, что я не верю вам, ребята, ну, что я могу сказать, значит, тогда ставьте, глянь, в глубину еще идут. Капец, сколько золота. Ставьте нам, ребятушки, лайки. Мы сейчас раскапываемся. Будем делать обзор. Ребятушки, решили вам еще попоказывать, потому что, кто же вам такое покажет, кроме нас? Никто. Тут сильный буревей просто. Монет очень много. Уходят еще в стеночку. Это, ребята, настоящая сенсация. Сейчас будем доставать уже их скоро сейчас. Так, просто хочу показать, как они лежат, чтобы было видно. Смотри, глянь. гляньте, посмотри, сколько их много, там в глубину еще идут. Видно? Конечно, видно. Ну, что, ребятушки, достаем по одной. Я вот сюда буду складывать, наверх не буду доставать, чтобы... Гляньте, ребятушки, раз, два, три, четыре, пять, шесть, смотри, шесть, семь, шесть, семь, восемь, блин, песок, девять, в рот, залетает. Смотри, две еще лежат. Так, десять, одиннадцать. Десять, одиннадцать. Еще, смотри, ничего себе, глянь, глянь, смотри, смотри, глянь, вот, сейчас еще эту, подожди, уберу. Смотрите, ребятушки, вот, вот, сейчас, а еще, глянь, вот еще одна. Покажи, видно? Да. Вот это капец просто. Двадцать. Сколько, я не знаю. Ну, двадцать. А, вот еще, смотри, еще. Смотрите, ребятушки, вот еще, смотри. Глянь, покажи сблизоты. Капец просто, ребятушки, реальное золото, просто. И мы сейчас в ресторанство мы поедем. Гляньте, ребятушки. Мы, конечно, все передадим в музей. О, ребятушки, ну, вы же знаете нас. Так, сейчас еще смотрим. Еще, ребятушки, смотрим. Надо прозвонить, сейчас прозвольте. Давай сейчас прозвоним, подожди, сейчас я посмотрю. А, вот еще, смотри, глянь, ребята, еще идет. Вот, смотри, еще одна ходит, прям, глянь, 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 земля такая. Отлично. Смотрите, ребятушки, есть, есть еще. Так, сколько штук, интересно, сколько штучек уже выкопали. Сейчас будем, наверное, расширяться, я даже не знаю. Посчитаем сейчас, давай. Да. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать штук. Ребята, сейчас я хочу так присесть, чтобы мне было видно. Давай на лопату, как все делают. И потом сейчас тогда выложим, покажем. это когда прозвоним, чтобы было. Снимаю. Ну, ребят, семнадцать золотых монет. Это просто неимоверная сенсация. Это реально золото, золото, золото. Ееее, есть, ребятушки, семнадцать золотых монет. Семнадцать золотых монет. Да, ребята, этот блеск золота, его ни с чем, никогда не попутаешь. Золото, оно окисляется, золото таким не бывает. Вот оно, ребята, когда золото находишь, Оно как было золотом, так оно золотом, ребятушки, остается Поэтому я сейчас сижу просто, нахожусь в прострации Неужели, посмотрите на это сияние Неужели такое возможно? Да, отвечаю вам На порисность, ежедневная работа Работа с картами первых себя и своих зрителей ютуба Вот, что нужно для того, чтобы был такой суперкрутой успех Сейчас все эти артефакты мы выложим на эту лопату Мы вам покажем их, чтобы вы поняли, что это реальное золото Реальные сенсации и провокации от канала Викинг Только лайки, никаких дизлайков Ребята, набираем 10 тысяч лайков и делаем полный обзор всех монет Взвешиваем, показываем эксперта, который подтверждает Ну что скажете, слабо, слабо, я знаю, ты будешь ставить дизлайк В надежде, чтобы твоя психика детская не пострадала Потому что ты не веришь в такие суперкрутые артефакты Зато передаем всем привет ребятам, которые верят И которые знают, что это круто Привет, крутым ко порядку, крутым комратам Кто с нами вместе работает, нашим друзьям Большое спасибо тем, кто помогает нам на нашей экспедиции Переводит деньги, помогает оборудованию Все производители, которые говорят нам предлагают свои приборы Пожалуйста, давайте будем их рекламировать, не стесняйтесь Ребята, я это еще покажу с близоты Это золото, я хочу его выложить на лопату И сейчас, через несколько минут, после короткой паузы После глотка холодного французского шампанского Мы продолжим и покажем вам очередной суперкрутейший коп Это викринг, не переключаемся Вот это да Ну что ребята, вот они, лучшие золотые артефакты этого месяца 17 золотых монет, которые наша команда охотников за сокровищами Обнаружила после долгих лет экспедиций В это сложно, а может быть даже и невозможно поверить Вот так выглядит успех Это, ребятушки, канал Викринг Всех, кто смотрит нас впервые Подписываемся на колокольчик Подписываемся на нас На наш суперклассный, серьезный канал Викринг Ставим нам лайки Смотрим в конце рекламу Самое главное, не забывайте Все удачные люди делают вот так Неудачники, лузеры Ставьте нам дизлайки, это ваше дело Не забывайте Лучшее видео, лучший поисковый канал Самые крутые сенсации Это ЗОТО ЗОТО ЗОТО